Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вас приветствует телекомпания «Город» и программа «Время говорить. Итоги недели». Наши темы, как всегда, связаны с наиболее заметными событиями рязанской жизни. Теми, что мы с вами переживали или активно обсуждали в эти дни. Главное на сегодня. В смертельной смеси в Рязани задержаны наркодилеры, поставлявшие в наш город смертельно опасные синтетические наркотики. Почему она всплыла в речке Лыбеди на этой неделе? Отчего-то погибла рыба. Обстоятельства до сих пор не ясны. Будем брать. Дорожные полицейские привели в специальное учение по отработке методики стопроцентного выявления нетрезвых водителей. Об этом и не только в сегодняшнем дайджесте «Неделя полицейских». Тепло идет. Многие горожане уже сообщают о горячих батареях в квартирах. Зато есть информация о весьма прохладных кабинетах в Рязанской мэрии. Начнем сегодня с полицейской сенсации «Недель». В четверг в начале робко, а потом посмелее по городу стала распространяться информация о том, что своих мест в одночасье лишились большие начальники вплоть до главного полицейского Московского округа. Сначала все призадумались, как бы не сплетни все это, а то уж больно круто получается, словно в сериале «Ментовские войны», который только что по телевизору прошел. Оказалось, все точно, да еще и почище, чем у киношных полисменов. Свезение опубликовал рязанский портал «Видсбуку» в этот четверг. Так вот, похоже, полицейских начальников подвело их в снисходительное отношение к подпольным и горным заведениям. Вот как развивались события. Верховный полицмейстер региона Николай Пелюгин, оперативник, как говорится, по жизни, получил сведения о работе игорных притонов, которые прямо сейчас вовсю трудятся на криминальной ниве. Глава ОМВД, недолго думая, взял, да и самолично нагрянул, пользуясь специфической терминологией, водореса. А там такой праздник жизни, что позавидуешь. Работа кипит, деньги текут рекой, аппараты гудят, вкалывают, не простаивает техника, не спят люди. Все делом занимаются, куют криминальную копеечку. А вот те, кто по долгу службы обязан пресекать такую красоту, как раз спокойно спят. Ну и громыхнул тут справедливый начальственный гнев. Прямо по адресам притонов были вызваны начальники соответствующих отделов и подразделений, и пошел тут разбор полетов, которого, надо полагать, рязанской полиции еще не видывало. Есть сведения, что прямо на месте лишились своих должностей начальник 4-го отдела полиции, а также у руководителей отделов по борьбе с экономическими преступлениями московского и советского округов. Похоже, грядут еще меры, падут еще фуражки с голов. Видео о том, как накрывали притоны, нам предоставила пресс-служба регионального УВД. А вот официального опровержения и вообще какой-либо реакции ведомства на публикацию рязанского портала не последовало. Отсюда можно сделать вывод. Не сказки там напечатаны, далеко не сказки. Во всяком случае, если будут какие-то заявления со стороны правоохранителей, то мы, конечно же, готовы их приоритетно разместить в эфире нашей программы. А на следующий день, после всех этих драматических событий, на Соборной площади в Рязани прошла церемония вручения знамени нашему региональному управлению МВД. Это более чем важное событие для правоохранителей. Не случайно на церемонию в Рязань приехало высшее полицейское начальство России. Торжественная церемония вручения нового знамени управлению Рязанской полиции проходила на Соборной площади у подножия памятника великому князю Олегу Ивановичу Рязанскому. Что символично, образ этого древнего правителя Рязанской земли изображен на одной из сторон полотнища, а на другой изображен государственный герб России, двуглавый орел. Знамя является именем чести, доблести и славы, верности своему служебному долгу. Будет напоминать нам о героических подвигах, славных победах, невосполнимых утратах многих поколений рязанцев, защитников правопорядка. Вручение нового знамени потребует от нас более взыскательного и требовательного отношения к своей деятельности, к работе с нашими согражданами. Новое знамя вручил рязанским правоохранителям заместитель министра внутренних дел России Аркадий Гостев. Он поздравил личный состав регионального силового ведомства и затем вручил некоторым сотрудникам, вернувшимся недавно из командировки на Северный Кавказ, высшие государственные награды. Далее парадные расчеты прошли перед гостями торжественным маршем. В параде участвовала и современная полицейская бронетехника. Теперь о стратегическом событии недели. С понедельника пошло по рязанским трубам тепло, начался отопительный сезон. Вот слегка сокращенная версия репортажа, снятого нами в среду, когда уже многие квартиры прогрелись. Отопление дают горячей водице пошла по трубам. Сегодня мы запросили данные в городской администрации о том, как подается тепло рязанцев. По состоянию на вчера, а сегодня пока не закончилось, тепло подано на все объекты социальной сферы. Что касается жилых домов, то, как нам сообщили в мэрии на этот момент, к отоплению подключено около 1700 домов. Из 2649 – это 63%. Но если сравнить с данными прошлого года, то пока тепловые службы идут с опережением. В 13-м по итогам трех дней с начала отопительного сезона было подключено 57% домов. Также городначальство поведало, что завершены работы по замене запорной арматуры на третьей тепломагистрали. И она, магистраль, уже запущена в работу. Сегодня мы провели опрос народа насчет подачи отопления. Оказалось, что и впрямь многие квартиры уже прогрелись. Добавим, что писали отклики мы на театральной площади. Вам отопление дали? Дали. Вчера? Вчера. А сегодня дадут. Только дадут? Да. А пока как спасаетесь? Не холодно? Никак нет, у нас нет, не холодно. Нет пока. А как спасаетесь? Маленьких детей нету. А сами? Нормально. Обходимся пока. В теплее оденемся, нормально. Дали отопление? Нет. А как спасаетесь? Никак. Холодно дома? Одеваться надо дома. Да, холодно. Одеваемся. Дали. Когда? Два дня уже мы с отоплением. Я в общаге живу, а не дома. А в общаге тепло? Ну да. Давно? Там всегда тепло было. Вам отопление дома дали? Нет. Холодина ужасная, отопления у нас нет. А где живете? На Трудовая 7. А как спасаетесь такой холод? Никак, греемся. Нет, не дали. А где живете? Свободу 51. А как спасаетесь от холода? На обогреватель как. Ну пока терпимо? На мат. Терпимо. То есть вам отопление дома дали? Нет пока. А где живете? На новой. А как спасаетесь в холод в такой? Кондиционером. То вам отопление дома дали? А у нас свое. Понятно. А теперь же совсем эксклюзивные сведения, полученные из неофициальных, но вполне осведомленных источников. Так вот, по нашей информации, рязанский мэр Виталий Артемов распорядился не давать тепло в чиновные кабинеты, пока весь город не будет подключен. Так что руководящий люд сидит себе в креслах, да и руки потирает. И отнюдь не из-за того, что ожидается прибавка к жалованию. Если это так, то за этой суровостью городского головы просматривается своя правда. Пока все горожане в домах не согреются, пусть чиновники мэрии в холодке бодрятся. А вось энергичнее работать начнут в интересах простых рязанцев. То есть нас с вами. Этот понедельник ознаменовался рязанским водным триллером номер два. Уже вечером народ обсуждал в соцсетях гибель рыбин в речке Луибиди, в районе проезда речников. Понятно, что первая версия местных жителей была связана с событиями прошлой недели, когда от запаха воды из-под крана вся песочня чуть на крышу не полезла. Городначальство отреагировало с заявлением, но, впрочем, все по порядку. Здесь в понедельник местные жители, поднимаясь по мостику к Рязанскому Кремлю, обнаружили с десяток мертвых рыбин. Рязанские экологи призвали городские власти тщательно расследовать этот инцидент. Чиновники из администрации Рязани вняли глаз у народа. Глава администрации Виталий Артемов подписал распоряжение о проведении служебной проверки. И вот первый комментарий о произошедшем. Хочу проинформировать по ситуации, которая возникла в реке Лыбедь, связанной с гибелью рыбы. В средствах массовой информации появилось сообщение, что это может быть связано с появлением специфического запаха водопроводной воды, подаваемой Сокской водозаборной станции в ночь с 22 на 23 сентября. Мы не подтверждаем этот факт. Вчера проводились анализы по реке Лыбедь в определенных точках. Присутствие ни канализационных стоков не подтвердилось. По этому факту создана комиссия распоряжением главы администрации города. И данный факт будет расследоваться, и результаты будут представлены до пятницы этой недели. Работники водоканала сообщили, что река Лыбедь не является источником питьевой воды для горожан. Сейчас все водозаборные станции работают в штатном режиме. Аварийных ситуаций не было. Работники РМПТС в связи с началом отопительного сезона проводят ревизию тепловых сетей, чтобы избежать возможности попадания горячей воды в водоемы. Итак, получается, детектив со многими неизвестными. Или с одним, но уж неизвестным, так неизвестным. Конкретно виновных нет. А рыбка померла, да не одна. Что-то в этом есть непонятное, согласитесь. Следов канализационных стоков не обнаружено. Качество воды промониторено. Повреждений в трубах тоже нет. Четвертый КНСК водоканала работает в штатном режиме. Коротко говоря, куда они кинь, нет виноватых. Да и только. Что ж, тогда предлагаем свою версию. Бывают в мире случаи, когда киты прыгают на берег. Ни один актеолог не знает, почему, а вот прыгает громадная животина, гибнет и не спросишь ее, почему. Может, теперь вот и рязанский феномен такого рода наличествует. А что, коль виноватых-то нет. То ли бы сама рыба засуицидничала, то ли нам марсиане какие-то проблемку подсурупили. Теперь о других деятелях, которые не рыбу, а всех вокруг себя готовы отравить, лишь бы карман набить. Да потужи, да сразу. На этой неделе стало известно, что рязанские наркополицейские изловили двух нижегородцев, наладивших канал поступления избыта в нашем регионе курительных миксов. Организация дела у злоумышленников была надо признать на высоте. Один был направлен в криминальную командировку в Рязань и обосновался в съемной квартире на улице Энгельса. Прибыл он к нам вооруженный инструкциями, электронными весами и ноутбуком. Задание получал по всемирной сети, партии наркотика с курьерами, а дальше сидел дома, кропотливо взвешивал и фасовал смеси. После трудов неправедных работящий паренек, которому надо отметить всего-то 20 лет, ходил гулять в лес посадку, наковыривал там тайник и делал закладку. Прямо-таки отличник производства, да и только. Когда его поймали, арестовали, то в активе юноши обнаружилось почти два кило наркотика. Адрес недобромолодца поменялся. Его свезли в малоудобную казенную камеру с решетками на окнах. Чуть позже к нему прибыл и второй бизнесмен от криминала, такой же молодой подельник. Приехал он в Рязань из Нижнего Новгорода уже в сопровождении оперативников и разместился, как и первый в нашем СИЗО. Такая вот получилась история, в которой много всего неприятного для деляг. И особо крупный размер, и предварительный сговор, и группа лиц. Синтетика сейчас стала опаснее гремучей змеи. С восточной стороны пришла такая беда, что перед ней отступают даже самые жесткие наркотики. Вот факты последнего времени. В Кировской области от спайса умерли четверо любителей закурить веселенького. А полторы сотни пострадало. В Сургуте погибли шестеро сотня пострадавших. Рост схожих отравлений, неизвестными ранее психостимуляторами, зафиксирован в Екатеринбурге. В городе Усинске, это республика Коми, двое приятелей пошли в гости, где и покурили спайса. Оба насмерть. Так что все очень и очень опасно складывается с этим зельем. Наркосинтетика становится просто убийственной, особенно в последнее время. Отсюду приходят страшные известия о гибели людей от курительных смесей. Этим обстоятельством наконец-то всерьез обеспокоились на самом правительственном верху. В среду Интерфакс опубликовал информацию, что вопросом ужесточения законодательства в области продажи курительных смесей намерен заняться Совет Федерации. Вопрос можно решить просто. Запретить эту дрянь в России, как это сделано в ряде других стран. Председатель Совфеда Валентина Матевенко заявила, такой всплеск смертных случаев терпеть нельзя. Ну вот, наконец-то. Оказывается, надо, чтобы куча людей погибла, чтобы наверху кто-то важный понял. Да, нельзя терпеть, пора что-то делать. Правда, сколько времени пройдет до поры конкретных мероприятий, сказать никто не может. А известия о гибели народа от курительных ядов приходят от федеральных информагентств чуть ли не ежедневно. Сегодня у нас в эфире экспресс-интервью на тему смертельных миксов. Владимир Павлович, скажите, пожалуйста, насколько на сегодняшний день остро в нашем регионе стоит вопрос с распространением синтетических наркотиков. Пять лет назад доля изъятия наркотических средств вот этих новых синтетических составляла в общем количестве изъятий 5%, то на сегодняшний день эта цифра составляет практически 60% изъятия от всех изъятий наркотических средств в регионе. На настоящий момент изъято около 15 кг синтетических наркотиков, это в общей массе. Много это или мало, если судить по сравнению с каннабисной группой, это может быть и мало. Но изымаются в основном наркотики концентрированные, те, которые даже из 200-300 г приготовляют 5-6 кг готового наркотика, то вот судить можно так. И доза, которую употребляют, она значительно ниже, там буквально десятой доли грамма, и уже этой дозы хватает на несколько человек, вплоть до летальных исходов. В некоторых регионах сейчас появилась новая разновидность синтетических наркотиков, которые вызывают сильнейшее отравление. У нас в области они уже есть, и как вообще с ними обстоят дела? Да, в некоторых регионах России, в частности, вот как вы слышали посредством массовой информации, в Хантамансийском округе, в Кировской области, и вот во Владимирской области есть несколько случаев отравления новым наркотическим средством. Мы с прошлой недели мониторим ситуацию, пока, слава богу, у нас на территории Рязани, Рязанской области изъятий такого вещества нет. Это новое вещество, которое очень токсично, пока оно не внесено в список наркотических средств, но работа к этому ведется. Думаю, в скором времени это все будет внесено. Тем не менее, работа по изъятию данного вещества, она будет все равно налажена, она ведется, и мы мониторим ситуацию, как только мы обнаружим, она будет изъята. Какую работу сегодня ведет Управление госнаркоконтроля по борьбе с синтетическими наркотиками? В настоящий момент ведется оперативная разработка нескольких групп, которые занимаются сбытом наркотических средств на территории Рязани, Рязанской области, как посредством закладок, посредством сети интернет, так и привозится данное вещество из других регионов России, такие как Московская область, Нижегородская область. Вот недавно нашими сотрудниками был пресечен канал, где два молодых человека из Нижегородской области договорились, привозили сюда наркотики, один из них жил здесь постоянно, на квартире на съемной, и сбывал наркотики посредством интернета, и сам осуществлял закладки данного наркотика на территории Рязани. Вот эти люди были задержаны, в настоящее время находятся в СИЗО, ведут следствие. Вы смотрите аналитическую программу «Время говорить. Итоги недели». Вот что будет во второй части. Секты, как они есть в Рязани, прошло заседание круглого стола по вопросам деятельности деструктивных религиозных течений. Будем брать. Дорожные полицейские провели специальное учение по отработке методики стопроцентного выявления нетрезвых водителей. Об этом не только в сегодняшнем дайджесте «Неделя полицейских». Первые эскизы на этой неделе специалисты Северной компании предоставили первые эскизные проекты детского центра, строительство которого будет обсуждаться на публичных слушаниях. Продолжаем программу. На этой неделе в Рязани прошло заседание круглого стола на тему деятельности деструктивных религиозных течений. Речь шла о секте свидетелей Иеговы, которая активно представлена в некоторых районах Рязанской области. Сегодня в программе комментарии по результатам заседания. Эта проблема уже настолько широко дает о себе знать, что на самом высоком уровне на нее обращается внимание, обсуждается на пути решения проблемы, потому что очень многие люди вовлекаются в эту организацию, отдают все свои силы для того, чтобы в ней обогащалось руководство, верхушка. И это очень богатая международная организация. Действительно, за счет вовлечения новых и новых членов они обогащаются очень серьезно. Та идеология, которая существует в организации, нужна именно для того, чтобы вовлекать людей. И самый основной момент этой организации – это эсхатологическое учение, то есть учение о конце света. Людей начинают запугивать, делают это очень ненавязчиво тем, что скоро будет конец света, что этот мир, который лежит возле, упадет, а спасутся, останутся жить на земле только свидетели Иеговы. Все остальные погибли. Наша первая задача – это информировать людей об опасности сект, о том, как они действуют, чем они занимаются, как они вовлекают, то есть рассказывать о них правду. Никогда сектантский вербовщик не расскажет на улице правду о своей организации, тем более у свидетелей Иеговы есть директивы, согласно которым они имеют право обманывать своих врагов, а враги для них – это все, кто не являются свидетелями Иеговы. То есть они никогда правды говорить о себе не будут. Наша задача – открыть эту правду, рассказать о ней. И мы стараемся этим заниматься. И общаемся с самыми разными людьми в самых разных аудиториях. Это то, с чего мы начинаем нашу работу. Каковы дальнейшие шаги? И я думаю, что это вопрос, который необходимо задать правоохранительным органам и представительным властям. Сейчас в программе еще один репортаж на тему «как и что», но вполне конструктивный и позитивный. Мы уже рассказывали о планах по строительству в Московском округе многофункционального детского центра. Дело это, понятно, хорошее, однако последнее слово по поводу начала строительства должны сказать сами рязанцы на общественных слушаниях, которые пройдут 12 октября, то есть в следующее воскресенье. На этой неделе появились проектные эскизы детского центра, созданные специалистами Северной компании. Сотрудники Северной компании рассказывают и показывают, как будет выглядеть детский центр, строительство которого запланировано в Березовой роще между микрорайонами Конищева и Приокским. Бесспорно, что эти крупные и густонаселенные районы испытывают сейчас явный дефицит мест в сфере дополнительного образования. И возможно, что вскоре после расчистки просеки в Березовой роще напротив 52-й школы лицея появится большой и современный детский центр. И таким образом ребята смогут посещать развивающие творческие кружки и секции. В самом детском центре планируется несколько развивающихся групп. Это как хореографическая школа, детская школа творчества, также ряд каких-то, скажем так, спортивных секций. Плюс будет организована детская площадка открытая для того, чтобы родители могли прогуливаться со своими детьми. Площадь прилегающего к детскому центру участка составляет порядка 6 гектаров. И всю эту территорию планируется также обустроить и облагородить. В планах проложить здесь пешеходную и даже велосипедную дорожки. При этом один из главных приоритетов – сохранение имеющегося природного ландшафта. На месте березовой рощи, во-первых, будет березовая роща. Просека, которая была предназначена еще в советское время под проведение ЛЭП, она будет расчищена и только на этой просеке будет уже посажено здание. После завершения строительства детский центр будет передан в муниципальную собственность. Компания рассматривает этот проект как свой социальный долг перед городом и не намерена на нем зарабатывать. Окончательно решить, быть или не быть детскому центру на стыке Канищево и Преокского должны решить сами местные жители. Хочу пригласить жителей микрорайона Канищево, а также микрорайон Преокский 12 октября в 12.00 в школу лицея номер 52, для того, чтобы они могли выразить свое мнение и, так сказать, подкорректировать наш проект. И завершает сегодняшнюю программу дайджест недели полицейских. Его представляет Оксана Тебенихина. На этой неделе в Рязани сотрудники ГИБДД совместно с руководством школы номер один провели акцию. С начала сентября ученики школы писали сочинения, в которых обращались к водителям с просьбой быть осторожнее и внимательнее на дорогах, не садиться за руль пьяными и пропускать детей на переходах. Самые трогательные выдержки из сочинений стали текстовой основой для брошюр, которые школьники раздавали рязанским водителям. ДТП с детьми – очень актуальная тема на сегодняшний день. Ведь буквально в четверг в Дашково-Песочне произошло дорожное происшествие с участием ребенка. Малыш решил перебежать дорогу, но незаметивший мальчуга на водитель ленд-крузера задел паренька бампером. Судя по записи с регистратора, видно, что мальчишка отделался легкими ушибами и сильным испугом. Повезло и добавить нечего. Еще одной жертвой аварии стала палатка с арбузами. По словам очевидцев, водитель фуры пытался объехать пешехода, прыгнувшего на проезжую часть в самый неподходящий момент. Огромная махина влетела в ларек. Слава Богу, женщина-продавец успела покинуть свое рабочее место. Зато выкатившиеся из палатки арбузы стали жертвами мародеров, пожелавших воспользоваться необычной ситуацией. «Пьянству бой» с таким лозунгом сотрудники дорожной полиции провели специфические учения. Ведь выявить вопиоху за рулем не так-то просто. Здесь сноровка нужна не слабая, потому сотрудники ГИБДД провели тренировку по отработке выявления пьяных автомобилистов. Ну а рязанские полицейские на этой неделе с официальным визитом прибыли в один из магазинчиков на улице Третьей Бутырки. Посетили, да и изъяли в ходе проверочной закупки 70 литров контрафактного алкоголя. Такой была эта неделя для рязанских полицейских. Согласитесь, наши защитники постарались как следует. И, наконец, о главном. Специально на самую концовочку мы приберегли очень симпатичную, на наш взгляд, осеннюю зарисовку, эксклюзивно подготовленную к 3 октября, дню рождения нашего с вами любимого Сергея Александровича Есенина. Стихотворение поэта прозвучит в исполнении Ирины Нечаевой. Смотрим клип, вспоминаем есенинские строки, наслаждаемся великолепной осенью, прогуливаясь по паркам. Все на свежий воздух и непременно с томиком стихов в руках. В эти дни это главный тренд. Всего доброго. До встречи. Душа грустит о небесах, а на нездешних ниф жилится. Люблю, когда на деревах огонь зеленый шевелится, тусучи золотых стволов, как свечи теплятся пред тайной, и расцветают звезды слов на их листве первоначальной. Понятен мне земли глагол, но не стряхну я муку эту, как отразивший в водах дол вдруг в небе ставшую комету, так кони не стряхнут хвостами в хребты их пьющую льну. О, если прорасти глазами, как эти листья в глубину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин